смотрим как вот допустим берем вот это самое сразу это вот 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 мой забор вот тут и вот идет я со своего участка поднял по уши от аппарата и сфотографировал посмотрите на участок соседей вот этот огромный участок а здесь у нее десятки деревьев то есть плохо видно но они тут есть их много десятки вот все это вычищено им как будто заняться нечего люди работящие они уезжают на работу утром и вечером и ведь выходной потерять все это сгрести и караул ограбить оборвать все деревья вот это вот им кажется это красиво самое страшное что вот это красиво кажется людям которые после дефицит пресловутых который большее образование кандидаты наук одна одну зовут октября нас помню фамилия уже не буду вторая ольга да вот красавицы все эти как обаятельные девушки женщины вот и они как раз это будет они не знают что не утеряем себя ворой а я вынужден повторится почему смотрите вот она наша красавица вот кому надо в этом федеральный канал чтобы учить посмотрите ничего не замечаете а знаете почему не замечать потому что это настолько привычно но осенью так ничего не было собрано осенью сплошной ковер я вам не раз показывал сплошной толстый ковер а где он весны сейчас ходим дальше ищем и я такая дама сейчас она пока не найдет она не станет ищем 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 начали отворачиваем весной вот это самое вот это вот видите то что там где он допустим правая рука вот там мы отворачиваем внимание вот они у меня нескольких снимков вот он червячок видите а эти час осени лишили его еды червяк не работает значит органика не работает значит жрать нечего какой к черту здоровье они связи не знают вот а мы сирены знаем а еще ну знаете как это серьезное с каким как бы это сказать с каким уважением она относится к дереве к листьям видите вот ничего нельзя просто так забирать нельзя 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 посмотрели полюбовались изучили гриба не нашли и на место положил на место вот это настоящий ученый когда она станет учить миллионы я не знаю вот пожалуйста ни одного грибочка вы понимаете вся страна борется с этим самым с манилиозом караул а вы деревья не дальше смотрим шире вот если вот это вот я когда пилил годами раньше до оставил вот такие ну как аппендицит назовем это пенек оставил до дерево это не сильно повредило течение повредило совершенно ну почти скажем так это ведь не здоровье как это сухое но целиком это нельзя сейчас я буду это доказывать но и в нее того она молодая это будущее это все стране доказать меня уже не пустят все смотрим дальше патологоанатом видите вот это посмотрим внимательно то что мы с ней смотрим и так маленькая ранка посмотрите трещинка вот видите справа вот она видите смотрите что она натворила эта трещинка она сюда запустила мороз мороз умертвил сердцевину сердцевина обычно держится за счет того что наружные слои наружные слои не пускают внутрь мороз вы знаете кора держит вот ну пусть не так сильно все таки камни держит вот есть еще несколько слоев но вот сюда был запущен мороз вот еще раз мы селены патологоанатомы поняли я был один теперь нас двое вот иначе пьем тут не было вы поняли смотрите сюда вот страшнейшая картина а теперь представим себе сколько страшных ран наносится деревьев смотрим дальше вы вот так посмотрели трудно сделать выводы трудно она-то молодец а что вы тут увидели ну одна вроде целая вот эта целая явно витку отрезали а вот эта ветка почему-то оказалась гнилой внимание фокус железово меняем ракурс и так это моем саду когда-то пока я не начал пилить массово деревья мне еще полностью выводы не были сделаны а выводы такие целиком ветки отрезать нельзя и именно там заметьте вот эта ветка эти целики и пенечки это значит что они у меня вот так и кой меня же не видно лица пальцев не видно но в общем догадать что они были где-то метровые может двухметровые нетронутые так а вот это вот гнилушка видите она мной была отрезана годами раньше потому что есть железом ранний железом позднее это две большие разницы вот чисто механически тоже отрезал а потом понял нельзя отрезать за подлесо землей подчеркиваю нельзя отрезать за подлесо землей видите что делается дерево друзья допустим я вас не увидел внимание вот здесь было вот сейчас покажу пристаньте вот такую картину сейчас железо позднее подходит груши видеть что есть такое свойство ведь это же прямой вот это вот это вот это вот культурная груша а подвое выступать не собираются прям от корней пошла целая это целая россия видите что я делаю она мешает мешает она мне не нужна с дикими плодами не нужно ждать пока культурица могу не дождаться тогда я отрезаю как вот так и надо бороться с так называемым подвойными резками подчеркиваю подвойными и теперь никогда вот этого не будет а здесь я не боролся здесь я отрезал по самую землю и сюда завете и сюда вот сюда еще раз я специально знаете я люблю вот так возможности использовать внимание специально смотрите на эту гнилье это гнилье по нему уже обороз пошел туда нижние этажи под землю вот я очень стараюсь чтобы меня поняли поверили что я не ерунду говорю что это надо в институтах преподавать они не могут это потому что преподаватели этого не знают это них тема вот я беру шиши шиши шире и вот так надо а вы думаете то пустяк везде где поливают деревья привиты обязательно от корней лезут и халечат и убивают дерево даже по двое гниет видите и так вот это одна из этих и наконец мой тревог в чем заключается да я выпиливал деревья абсолютно здоровые вот достаточно молодые ну сколько тут этих сколько бы лет 15 может годовых колесу трудно понять вот и тогда получился фотография где видно что то у него у этого основного дерева была ветка вот она я специально увеличил там туда не увидит я не про ерунду ребята вот сейчас она передвигается передвигается вот она вот эта ветка вот она бы на и не было вот эта ветка которая в верхнем правом углу она не была обрезана заподлицо она росла рядом вот меня не видно ну метр наверняка было не тронута и тогда мороз сюда не попал посмотрите до сердцевина у взрослых деревьев тем более что они она все равно выбирают от этого никуда не денешься и не хватает питания от корней идет холод и идет это не хватает пищи и прочее но линии обороны вот она не пробита вот что надо проходить и в этих самых и в этих самых но простите если дерево здорово и не продать ничего не продать эти химикаты не продать эти подкорки бесконечно не продать эти самые пшикалки не продать ничего вот не продать тяпки они не нужны не продать эти самые грабли они не нужны таком количестве вот ребята вот это говорит о том заподлицо землю спирена оборона не прорвана нет так сегодня у меня что-то получается даже надеюсь брат нибудь на ругательный новый шашка баху да это все отрицательный опыт но юрий лаевик брат родной хочу чтобы ты меня понял вся мая агротехника построена на критике потому что мне хватило первого из 256 вебинаров чтобы все рассказать не заглублять нарисовалась . показал теоретическое не делать этих идиотских ям дальше значит не перекапывать а о чем-то говорить не убирать граблями так и сказал граблями не убирайте полчаса не прошло вся агротехника железа рассказан а дальше еще а чем занимаемся мы мы критиков кстати спасибо ты мне помогаешь фильмы кто бы террится вот ну что не будешь меня ругать знаете я сильно уважаю брата и мне все время приходится прислушиваться к его мнению я по крайней мере стараюсь как-то улыбаться через вас вот эту фотографию пришла сегодня что здесь написано смотрите ширкова т.а. заказывала у вас персики с аренцами так подскажите можно ли их вылечить вы понимаете пришло две фотографии а вторая еще страшнее почему я остановился на этом ну то есть устроен снят я смотрю да это персик я смотрю листья еще ничего не больные вот что на что она обратила внимание она обратила внимание на эту смолу вот эту самую живицу мне нравится народное название живица вот тогда получается если по-народному назвать живица слова жизнь тогда никто не станет ее вырезать и только соскапливать еще и вырезать с мясом никто не станет а когда кометь 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 а дурия это болезнь официально считается кометь болезнь официально и учат и вырезают и серьезнейшие люди двадцать первом веке двадцать втором двадцать первом году пишут вырезаем а потом когда говорят замазываем кровью дерьмом я уже знаю человек не задумываясь берет столетий давности совет вот мне нравится вы много себя видели и нравится берем все то есть надо уже отличать ну я человек достаточно начитанный да конечно не такой как курьем допустим вот есть еще ребята покруче меня ну скажем так достаточно начитанный и вот я смотрю и советы народные а есть советы более современные а что такое народный совет это значит вырезаем вот а я-то не должен что-то сказать и даже нет совет попросила знаете она меня что мне делать это обычно высылают такие на крупные каналы а там изгоняются знаете как вот там все там новички на советую что надо бежать и закупать полностью весь магазин после этих советов а здесь получается так так народный совет кометь это вырезается с мясом потом цитирую щавели лист понятно девятнадцатый век все это замазывается щавельным листом чуть-чуть более современно это щавельная кислота вы много щавельной кислоты видели где я ни разу вот потом побегали увидели свежую коровью лепешку на улице взяли его аккуратненько и называется замазать коровьим говорят обладает антисептическим свойствами поверю только что не очень это все эстетично выглядит вот и так далее и вот она я конечно что ответил пожалуйста замажьте в эту раду для начала а я сам слушал абаканское телевидение выступает один из абаканских садоводов я его не знаю фамилия ни о чем не говорит но почему-то съемки были не моем саду а в его саду во всем разница он понаделал страшных ран он их понаделал осенью и самые страшные слова замазывать не надо также живет если замазать будет гнить когда вы не замазать и видимо вот это дамы до ширкова видимо там а видимо уже такому научился скоро замазать не надо вот это и страшная вещь ребята я написал в ответ это было бы селезона письмо и фотографии ну что я мог не написать замажьте саду варим теперь все равно потом еще подойдем к теме глины благодаря моей ученице из сфильяндии но это потом попозже что мы еще видим я еще тему не закончил и так руки прочь не трогать потому что это живица она сама лечит дерево там под ней уже раны нет все не смеет раз мы еще видим здесь нечто похожее на назовем это морзобой так вот посмотрели на морзобой да не дай бог бог вот это вот вертикально это хорошо мне послал представляете себе она послала тут канал где миллион этих самых мой брат знаешь и такое вы туда сунулись вы выскочили оттуда все в дерьме извините за выражение потому что я первым делом рассказали срочно отрезать этот волчок это он он этот волчок это он ненавидит их страшно почему ненавидит они сами не знают вертикально значит ненавидит теперь так что делать вот с этой вот назовем морозобой ничего волчок не вырезать живицу не вырезать здесь ничего не трогать вот и замазу вам кажется что это что надо зажило без вас ваша польза только вред больше ничего вот тот товарищ который по абаканскому телевидению выступал это такая знаете медвежья услуга страшно когда он говорит не завожу тебя и вот эти рады будут на наших глазах выпиливала оставляю вот такие рады прям вот вместо телевидения инфарктий хватил так вот он вроде бы дельну сказал а если вы замажете под ней будет гнить не замазывайте впереди зима а у всех а вот он же сам своими руками тарану делал согласитесь на концу и что получается получается не замазывать плохо замазать плохо а просто не делать эту рану не резать дерево не выдумать эти штамбы и прочее вот это вот пожалуйста я и сказал это видимо тамара зовут я и сказал взял вот это скопировал объявление посмотрите сегодня вечером расскажу подробнее а там буквально коротко рада ну деваться некуда отбилила замазывайте не хватало еще чтобы это туда мороз так так просто заходил имеется виду что все это высыхает махом вот ты написано что персик точек реализова ну а кстати не молодой я так понимаю что она купила у сергея персик я же видеть за язык не тяну заказывала у вас у нас значит у сергея главный молодой он и несколько лет прожил ему очень тяжело очень морозы а кстати там адреса не было ну назовем это средней полосой россии так вот такие они должны быть избитые морозами вот и так далее то есть есть она мне слышит я задача вот это дырку замазать раз уж сделала раз уж сделала и больше ему не подходить ни с какими лечебными служитими но я туда значит сделал достаточно свежий видите это тоже в октябрьске это я не могу не удержаться вот это моё дерево оно все избитым морозами вот но это абрикос плодоносит дай бог каждому в 10-20 ведер каждый год а что нам делать с этими самыми вот это грибы это даже знаете как и на решение похоже да вот это вот и на гриб похоже грибы лишеники это ручки даже я не могу с первого взгляда сказать это решение или это гриб или это грибной лишайник или лишайниковый гриб то главное не трожьте это все вот как это они не симбионты нет радости мало что на нем гриб но он обязательно сто процентов он поселяется на мертвых тканях на мертвых тканях значит опрыскивать не надо вырезать не надо еще раз говорю работа в саду это сказка это как я уже сколько дней хожу ничем делаю поняли да все посуды что-то пискало бывает очень ценные по ходу говорят хотя никого не подговариваю выпывает году что-то для нас полезная сейчас щас 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 так ну спасибо речайший случай когда-то мне больше помогали перевод 200 рублей от арсен м благодарю за науку вот я понимаю вот это начало вот это да вы знаете и если бы прислали у меня были такие случаи не два раза прислал по 10 тысяч ребрик но он знает меня знать какая польза от меня он решил поделиться со мной чтобы я продолжал потому что бывали трудные времена у меня такие страшные что не сказки сказать вот представляете когда нужно помочь человеку а на его лечение уходит полмиллиона и попробуй тут размахнись заработать столько сразу вот пример и вот эти 200 человек а мне на душе мне за это не разница 2000 20 тысяч как ребрик за два раза 20 тысяч прислал наш товарищ 200 рублей а для меня это признание спасибо за науку ну пожалуйста арсен вам спасибо теперь ну дальше возвращаемся можно ли вылечить я ответил не нужно лечить вылечить вылечиться сама сколько суждено проживет только рану страшно вот это подлые вот это вот замажьте сильно много у нас этих самых специалистов развелось так и тогда значит еще раз про ходить вот фактически я как бы несколько раз уже было больше часу прощался вот горелись и чё еще когда-то 10 лет назад пока еще было это я дружил с главным редактором газеты фазенда головиной галина владимировна и ирина владимировна это в то время у меня был огромный он сейчас есть архив и у меня было сотни незаконченных статей то есть и хоть час можно размещать но мне надо было упорядочить каждый месяц по статье 10 лет к по статье вот я и говорил вот уже тогда у меня были проблемы сердцем и только сердце вот при всех вот вся газета читает мое завещание как только помру момент правда помирать собрался вот приезжаете ко мне и вот вас пускают в мою комнату забирайте весь архив все выгребайте и вам хватит еще до 20 лет печатать вот это было откуда потом мы с друзьями особенно с братом юрем мы 4000 с лишним фильмов откуда они взялись то и архив до сих пор не распотрошил понимаете и тогда я взял ностальгия была это и буквально вчера жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется не мне не тебе 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 придется вот понятно тебе сергей в железу ну а я после этого грустной нотки продолжаю